Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Секира. Мы уже рассказывали о шлемах Древней Руси. Сегодня подробнее остановимся на одном из них – шлеме из Кургана Гульбище. Курган Гульбище располагается на Болдиной горе в Чернигове. Является крупнейшим и самым древним курганом из комплекса древнерусских захоронений, расположенного на этой горе. Специалисты датируют его серединой или второй половиной X века. Сегодня город Чернигов находится на территории современной Украины. Курган был раскопан в 1872 году группой под руководством археолога Дмитрия Яковлевича Самоквасова. Раскапывался он по технологии тех лет. Насыпь была срезана сверху на треть высоты, и на площади среза заложен колодец 7 метров в диаметре, углубленный до материка с прорезями с севера и востока, через которые удалялась земля колодца, заложенного в центральной части насыпи. Раскопки открыли остатки большого погребального костра, останки мужчины и женщины. Впечатляли и обнаруженные артефакты. Были найдены шлем, кольчуга, наконечник копья, меч с рукояткой, украшенный серебряной насечкой. Оружие и шлем находились не на кострище, а были помещены на вершину первичной насыпи. Среди артефактов, относящихся к оружию, прекрасно сохранился шлем. При расчистке шлема была выявлена так называемая окалина, слой, образующийся на поверхности железа под воздействием сильного огня. Так что мы можем говорить, что шлем из гульбища был на погребальном костре. Шлем из гульбища был обнаружен первым из всех древнерусских шлемов второго типа по типологии Анатолия Николаевича Кирпичникова и стал определяющим для всех подобных боевых оголовий в качестве шлема черниговского типа. Он был найден на глубине 4 метров в металлической массе, которая оказалась остатками кольчуги, слипшимися в единое целое под действием огня и последующих процессов окисления. Шлем был сфероконической формы. Его корпус состоял из четырех подтреугольных пластин, соединенных между собой при помощи заклепок. При этом края передней и задней пластин, оформленные волнообразными вырезами, были наложены на боковые пластины. Вдоль нижнего края шлема расположены отверстия с петлями для подвеса кольчужной барминцы. На верхней части корпуса шлема при помощи четырех заклепок прикреплено навершие. На налобной части шлема сохранились фрагменты орнаментированной латунной накладки полукруглой формы. Край накладки оформлен в виде невысоких полукруглых выступов. Орнамент накладки не читается. Накладка могла быть позолоченной. Установить это, возможно, помогут дополнительные исследования шлема. Высота корпуса 20 см. Общая высота 23 см. Диаметр шлема 22 на 25 см. Окружность 71 см. От других шлемов второго типа шлем из гульбища отличается значительно. По-видимому, являясь промежуточным образцом в развитии боевых наголовей данного типа. Он проще шлема из черной могилы. Не имеет венца, боковых ромбовидных пластин с умбончиками. Обтяжки листом из медного сплава. Не прослеживается золочение корпуса и серебрение втулки. Шлем ближе к шлему из печи или шлему из манвеловки, которые были найдены в венгерских захоронениях. Сложным является вопрос происхождения древнерусских шлемов черниговского типа. Генезис русских сфероконических золоченых шлемов указывает на азиатский восток. Еще Дмитрий Яковлевич Самоквасов сопоставлял по форме шлем из черной могилы с ассирийскими образцами. Плавные изогнутые и вытянутые шлемы известны со времен Урарту. Хотя отметим, что 8 век до н.э. это, конечно, слишком далекая по хронологии аналогия по отношению к шлему 10 века н.э. Классическим примером раннесредневекового сфероконического шлема является образец, найденный в 1869 году в Кургане вблизи реки Оскол. С саблей, частью кольчуги и византийскими монетами 8 века. Корпус шлема склепан из четырех частей, навершие обломано. К передней части приклепан наносник, переходящий в дуговые надбровные валики. Бармица привешивалась к шлему при помощи прута, пропущенного в прямоугольные петельки. Происхождение Оскольского комплекса не выяснено. По-видимому, он оставлен воином-кочевником. По мнению Бориса Александровича Рыбакова, шлем был привозным. Можно высказать предположение, что русские оружейники в период создания древнерусского государства были знакомы с образцами вроде Оскольского и, очевидно, восприняли их внешнюю форму. По мнению Кирпичникова Анатолия Николаевича, высказанному в 1958 году в его работе «Русские шлемы X-XIII веков», наиболее своеобразные нарядные экземпляры из гульбища и черной могилы могли быть сделаны местными мастерами, знакомыми с азиатскими моделями. Следует отметить, в свете современных данных, изготовление подобных шлемов на территории Руси – под большим вопросом. Но это тема отдельного выпуска. Благодарим за консультативную помощь, оказанную нам при создании этого ролика, старшего научного сотрудника отдела археологических памятников Государственного исторического музея Каинова Сергея Юрьевича. Ссылки на все источники в описании, а также, если вы хотите купить этот прекрасный шлем из гульбища, вы можете обратиться в наш средневековый магазин. Ссылки на этот и другие шлемы тоже в описании. Всем спасибо!